добрый день друзья перед новым годом как всегда я появляюсь кадре на некоторых сайтах каналах и так далее потому что мне особенно хочется рассказать про все самое модное новое которое появилось 2015 году и конечно же попала в мои руки потому что самые модные новые всегда попадает мои руки и я здесь чтобы вам об этом рассказать и сегодня в центре внимания ipad pro новый супер большой ipad еще больше еще лучше еще красивее чем был в прошлом году или позапрошлом и так далее вообще он позиционируется именно как профессиональный девайс для дизайнеров и тех кто хочет ими стать когда-либо или тех кто никогда ими не станет все равно хочет и хочет просто сублимировать глядя в большой экран в общем то сегодня мы подготовили для вас выступление двух действительно понимающих в дизайне людей с одной стороны человек который делает веб-дизайн то есть и делает его постоянно и так далее он расскажет про то как делать различные приложения как веб так и мобильные и конечно же человек который умеет рисовать человек который умеет рисовать руками они вот это вот все вот я же как шаг не умеющий делать ни то ни другое расскажу вам про бытовые функции айпэда которые вообще в принципе есть все спецификации я полагаю вы можете увидеть в общем то на сайте самого и пла посмотреть в миллионе обзоров и и как бы сосредотачиваться на них мы не будем здесь просто лучший экран среди всех айпэдов самый большой самый интересный самый мощный и вот это вот все но что мне понравилось из тех вещей которые мы в принципе можем себе позволить здесь сделать не умея ничего не понимая ничего в дизайне значит во первых во первых мне как человеку который постоянно что-то критикует и это не всегда игры не всегда фильмы и не всегда вы а иногда это какие-то рабочие вещи дико проперла история с с и-мейлами вот предположим петр сальников вам известный присылает мне презентацию своего прикольного портала disgustin man . ком или ru не помню вот значит что мы можем что мы можем в общем то есть сделать что можно сделать значит с этой презентации прям немедленно прям вот так вот значит мы нажимаем на этот pdf вот этим вот прикольным стилусом выбираем отметить и ответить автетить и начинается просто магия просто божественно это никогда такого не видел да и никогда видимо не увидел после берем значит смотрите название вам нравится название дисгастингмен я не уверен значит а вот дать подумаем подумаем что еще что еще можно вообще с этим сделать значит что нужно знать значит вот здесь что нужно знать берем вставляем вот текст перемещаем вот сюда нажимаем него так вот вот так вот пальцем прав прав вот и пишем пишем вот все отлично справились справились убрали клавиатуру молодцы зафиксировали передвинули что это значит берем опять же там отмечаем какие-то слова подчеркиваем пишем тут даже есть знаете в подпись знаете документы как бы ставится подпись на каждом листе чтобы ну точно знали что это документ прочитаны и ознакомлен юридически всего такие проволочки вот моя подпись я ее ставлю вот все она поставлена готова где поставлена черт знает но она поставлена вот значит далее далее что мы можем еще сделать вот смотрите а вот здесь это уже интересно это цифры это цифры цифры надо что сделать правильно выделить мы передвигаем вот эту штуку вот например сюда вот так вот что все видели статистика открыта вот пожалуйста мы подчеркнули подчеркнули вот пишем прям как круто вау вот это вот это я поодеваю значит и после этого после этого мы взяли этот документ взяли назвали готова готова и отправили справками вот прям вот петру сальникову который вот тут недалеко и вот буквально сейчас это все прочитает и обрадуется обрадуется вот это что касается почвы но это реально это дикий это супер дикий короче вообще вариант для всех кто правит документы есть на полной серьезе это прекрасно правят савардовские документы для юристов для тех людей которые постоянно работают с документооборотом правят договора великолепная история правда очень удобно прям великолепно но мы же геймеры или кто мы в конце концов поэтому конечно же айпад про еще прекрасно подходит как и для смотрения всяких огромное количество сериалов в 4k качестве ну те которые есть 4k то есть 4k видео он поддерживает она правда выглядит совершенно великолепно за счет вот этого прекрасного экрана значит но отдельно стоит сказать про игры которые на таком экране но ты по большому счету как будто сидишь на 13-дюймовый macbook pro с ретиной вот открываем специально игра на паузе специально решил вам показать всеми и многими любимую значит вселенную вархаммер 40 тысяч значит игру вот должны так дважды вот пожалуйста а значит взяли сменную вот пошел пошел смотреть графика ну просто ну как бы реально поражает воображение казалось бы прошло всего лишь несколько лет всего лишь несколько лет запуска первых айпадов а уже мы наблюдаем вот просто вот настолько настолько прекрасную прекрасную графическую оболочку и возможность вот буквально каждому окунуться в мир игры прям непосредственно его рабочем девайсе что конечно же повышает общий так сказать порог вхождения для новых игроков в том числе и дизайнеров которые покупать айпад специально для того чтобы делать всякие интересные примочки а ой тут вышел значит нажмите на границах этого индикатора и началось опа принял его принял запустил им все все нет вот для тех кто купил айпад для профессиональной цели ну хочет надо отдохнуть потому что невозможно время работать и для них есть огромная библиотека игр веб-сторе как вы знаете многие из вас владельцы айфонов и для айпеда все подходит все заканчиваю свое выступление хочу сказать то что девайс конечно 1 в своем роде подобный среди планшетов которые так называемые профессиональные вот но уже уже ранее я рассказывал про то последним последним похвастаюсь похвастаюсь буквально где моя супруга за два часа общения с айпедом нарисовал вот такую картину в программе про крей мне кажется то что это уже о многом говорит то есть для тех кто хочет профессионально сталкиваться с и постоянно профессионально сталкиваться с дизайнерскими задачами для тех кто просто любит рисовать да и в целом как прекрасный девайс для кухни для просмотра сериала для игры и игры в различные новые прекрасные проекты это замечательный девайс если у вас так сказать есть лишние ха-ха деньги под новый год это прекрасный подарок поэтому я думаю то что вам стоит это рассмотреть а теперь передаю слово моим коллегам счастливо я давно уже занимаюсь и графическим дизайном и веб-дизайном мобильной разработкой нужно чем только не занимаюсь но со временем хочется как-то на самом деле оптимизировать процессы появляется все больше разных устройствам ну там с телефона можно уже начинать там все редактировать все делать там с айпада уже и так далее вот появляется классная штука под названием ipad pro и там появляется тот устройство которое так не хотел что появилось jobs стилус которым к на самом деле к которым привык каждый дизайнер потому что каждый дизайнер работает с планшетами вакуум и на самом деле очень интересно попробовать что можно сделать с айпадом про насколько это привычно будет там в моей работе так далее на самом деле первое что поражает это очень-очень качественный экран он прям сопоставим с ретиной моего макбука 15-дюймового прям очень красиво все выглядит прям супер хочется смотреть там собирать мудборды залипать на пинтересте прям бесконечное количество времени вот для такого просмотра как палец так и стилус вполне подходит что касается например там работы то давайте посмотрим приложение который уже адаптирован для ipad pro целая линейка адобовских приложений есть они действуют все по подписке сколько там стоит в месяц есть покупать купить весь пакет можно сразу активировать и на макбук и на значит на десктоп и на iphone и на ipad это все в единой экосистеме работает я довольно часто работаю с мобильными приложениями сейчас накидал быстро экран какого-то там интерфейса мобильных приложений то есть это все у нас находится в абсолютном режиме редактирования можно тут все выделять двигать да там делать анду менять цвета давайте попробуем то есть это все все живое то есть также убирается все знакомые инструменты дизайнера сетки направляющие отлично адаптированные какие-то штуки из десктопа например там очень красиво выглядит вся библиотека шрифтов это все в единой системе adobe type kit выбирается очень все классно все вместе с одной подпиской покупается можно там добавлять себе библиотеку практически бесконечное количество шрифтов разных материалов также есть еще очень много всех разных каких-то ресурсов на адобском маркете мне даже прям удивило это потому что я думал что нужно за это заплатить оказывается все это входит входит в мою подписку сейчас какие-то иконки надо поставить там векторы картинки еще что-то это все есть это можно прям брать добавлять себе библиотеку возвращаться себе в макет какой-нибудь выделять и например там вот какие-то иконки что-то ставить сразу же сюда очень удобно с десктопом конечно когда сделать какой-нибудь лендинг нарисовать на что-то еще появляются же какие-то проблемки потому что там ну хочется детализировать этого но здесь уже какие-то упираешься преграды там не совсем получается сделать как как привычно каких-то новых инструментов редактирования нет то есть это на самом-то деле отличный какой-то вариант для того чтобы быстро накидать какой-то скетч не финальный продукт ну то есть вот я например взял такой вот лендинг да там кинул его дизайнеру сказал вот смотри здесь можно здесь что-то доделать сделать пожалуйста финализирует давай отдадим это там клиенту и давай отдадим это в разработку программистами еще что-то но это не финальная штука которую ну можно там не знаю показать презентации можно там по имейлу кому-то сказать что думаешь вот на самом деле другой инструмент который больше всего хорошего как со стилусом это когда как дизайнеру например там мне прислать какой-то дизайн нужно посмотреть и там его откомментировать вот это вообще конечно незаменимая потому что есть куча разных там на дэкстопе программ который там позволяет какие-то штуки выделения сделать еще чего-то здесь очень просто убираешь там инструмент какой-то говоришь вот здесь вот там нужно чувак поправить менюшку вот здесь вот например у нас все хорошо да мне все нравится супер вот здесь например там какой там другой фон сделать то есть режим такого live редактирования прямо по картинке вот ну конечно это вот до финального какого-то продукта не доводит все вот эти вот скетчи ежедневные заметки очень хорошо очень приятно но когда тебе нужно что называется сесть и сделать все самому то на айпаде конечно не получится потому что здесь нет какой-то там хорошие там работы с экспортированием чем-то еще что то здесь есть конечно вся линейка адобовских но здесь нельзя посмотреть сразу например там код экспортировать css еще что-то ну какой-то обычный привычный на самом деле до многих дизайнеров которые не только рисуют но уже занимаются как бы и разработкой и какой-то поддержкой проектов во всем широком смысле уже не получится потому что там иконку отредактировать нужно будет переходить к и другое приложение еще что-то сделать это будет гораздо все дольше то есть кажется что ipad это хорошая заявка на то чтобы заменить все там не знаю презентационные штуки все там написание писем быстрее заметки редактирование еще что-то ну вот прям такому что если дизайнер хочет сесть и прямо сделать проект ну к сожалению не получится а все остальное вот все остальные функции с этим откомментировать посмотреть открыть же тот же самый макет который кто-то уже прислал это будет возможно там будет сделать быструю правку там заменить иконку или еще чего-то в общем такие впечатления резюмируя очень все хорошо выглядит хорошо работает очень все быстро прям понравились как сделаны адобовские приложения хорошо адаптируем очень много разных ресурсов вот к сожалению не дотягиваю до стопа но это насколько понимаю еще первая только очередная заявка на ipad pro я уверен что они выпустят про 2 ipad pro 2 и так далее и вам не знаю через года три наверное это все-таки догонит по мощностям или если не перегонит обычные макбуки ко мне в руки попал на несколько дней этот офигенный планшет от компании apple я решил ну попробовать чего интересного в нем есть что взаимодействует с этой клевой ручкой опыт вообще работы планшета и ручка меня есть у меня был планшет на андроиде на котором я рисовал несколько лет ну естественно ощущается сразу разница в том что больше экран больше разрешения кисти выглядят по-другому сначала решил попробовать бесплатные программы но мы понимаем прекрасно что они все условно бесплатные то есть какие-то функции доступны какие-то покупаются но чтобы ну примерно понять подходит ли она вам или нет как бы вот этого условного условного функционала достаточно первое что я решил попробовать это скетчер от adobe ну потому что adobe это известная всем фирма я сам пользуюсь фотошопом иллюстратором открываем программу попробуем что-нибудь нарисовать нам предлагают тут выбрать проект сразу в бесплатной версии есть шесть видов кистей каждый имитирует карандаш или ручку кисть три вида кисти ну можно к примеру нажав на каждую выбирать цвет прозрачность все это привычно по другим программам такого типа ощущается сразу как кисть реагирует и на нажим и на угол угол под которым я рисую то есть так толще так тоньше но это облегчает работу в том плане что постоянно переключать не нужно раньше такого не было в более простых каких-то планшетах со стилусами тут это конечно ощущается теперь рассмотрим платные программы но достаточно на самом деле одной чтобы понять эту разницу я захожу в программу выбираю создать документы сразу видно разница между платными бесплатными программами тут можно создать документ большого разрешения под ретину вот он открывается очень много кистей и все они хорошего качества то есть опять же предусмотрены под рисование изображение большого разрешения я могу приблизить даже все равно не видно пикселей ну то есть это круто очень много настроек всякие интервалы и прочее то есть и даже из одной кисти которая есть можно настроить какую-то другую с нужным эффектом так скажем в прошлом году когда компания apple выпустила шестую линейку своих замечательных айфонов те самые большой и маленький воздухе повис вопрос что же будет с планшетами потому что сначала движение было в сторону уменьшения пропорций как мы помним замечательный air и и вот это вот все а теперь движение даже в смартфонах пошло в сторону увеличения трубок и ipad с появлением у меня в кармане довольно большого телефона на котором можно довольно успешно писать какие-то тексты в поездках даже монтировать какие-то короткие сюжеты с помощью аймуви писать какие-то письма и вполне успешно играть в стратегии типа не знаю xcom и брейвленд он как бы перекрыл собой необходимость носить с собой айпад потому что айпад это такая вещь для которой вам все-таки нужна сумка чтобы взять ее с собой в карман не положишь что называется в куртку не уберешь в штаны не спрячешь и с айпадом про как мне кажется apple сошли с тупикового пути на котором оказались их прекрасные сексуальные замечательные планшеты айпад про эта штука конечно не дешевая но надо понимать что она полезна как для тех кто уже что-то умеет вот я например уже что-то умею так и для тех кто хочет хотел бы сама выразиться и хотел попробовать да не знает как поэтому можно в общем то без конца слушать профессионалов которые рассуждают о том что ну я вообще-то удобнее делать с помощью компьютера и планшеты со стилусом 100 лет как существует но вы понимаете что вы все все вот это вот скажем так рабочую станцию которую используют профессиональный дизайнер или художник вы ее с собой так сказать на пикник не потащите а айпад про это как бы если мы говорим о каких-то художествах или говорим о каких-то работах с презентациями или говорим о каком-то даже может быть трехмерном моделирование это как бы такой ваш мольберт 21 века мольберт цифровой эры который вы можете взять с собой поставить вот так вот и нарисовать рыжего сережу так сказать чистого листа выбрав правильный цвет волос а